В Москве вручили награды главной джазовой премии России. Пятая торжественная церемония запомнилась звонко-блистающими на солнце трубами и саксофонами, обилием приглашенных звезд, от Игоря Бриля до Вадима Эйленкрига, тонким юмором ведущих, среди которых темп задавала экспрессивная и доброжелательная Мария Мирабова, экс-финалистка шоу «Голос» на Первом канале. Вадим Эйленкриг знает совет Луи Армстронга о том, как играть, закрой глаза и дуй. Но у него своя методика. Фото Александра Мудрац, ТАСС, поэтому не было ничего удивительного в том, что на этом празднике радиостанции ДжАС, 89,1 FM, в саду Эрмитаж оказалось буквально негде яблоко упасть. Так и должно быть в любом, ежегодно плодоносящем саду. Особенно в том, что стал на один вечер джазовым, позитивным, щедрым на идеи и новой гармонии, ну и конечно, на неожиданное содружество солистов и ансамблей. Минус. Какие музыкальные фестивали посетить летом 2019? С этого года вручение ежегодных джазовых наград превратилось уже в большой городской праздник-фестиваль «Все цвета джаза», продолжавшийся с двух часов дня почти до 23.00. Цену на билет при таком марафоне сделали вполне демократичной тысяча рублей. У рокеров, рэперов или поп-музыкантов она, как правило, в 3-4 раза дороже. Среди тех, кого особенно ждали зрители Олег Акуратов. Певец и пианист, впервые ставший известным благодаря актрисе Людмиле Гурченко, снявшей о нем душевный и пронзительно искренний документальный фильм. Такой, каким, собственно, и является по духу и характеру этот талантливый незрячий музыкант. Теперь он, как правило, выступает с биг-бендом Игоря Бутмана или Сольно. Поэтому награждение его в номинации «Восходящая звезда», думается, не совсем справедливо Олег Акуратов уже востребованный и популярный джазмен. Что он снова и подтвердил, исполнив несколько своих композиций. Минус. Нижегородский оркестр «Биг Банд Синфоника» представит дебютный диск. Впрочем, в том, что музыкантам года будет объявлен трубач Вадим Эйлин Крик, мало кто сомневался. А в подтверждение комплиментов от экспертного жюри тот сыграл и развернутую тему Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Телеведущий НТВ Андрей Норкин, как оказалось, тоже большой поклонник джаза, поэтому даже вышел на сцену вручать награду за лучший фестиваль, которым был назван состоявшийся 18 августа 2018 года «Джаз в саду Эрмитаж». А лучшей площадкой года был признанный МКЗ «Зарядье», где тоже любит и ценит лучший российский джаз. За лучший релиз года альбом «Отсайд Бокс» чествовали джазового ударника Сашу Машина. А самая почетная награда за вклад в развитие джазовой культуры в России досталась народному артисту-эрф-пианисту Игорю Брилю. «Хорошо, что у нашего джаза сегодня так много цветов». Прямая речь Вадима Эйлин Крик. «В какой-то момент я подумал, все, мне конец». Минус. Собянин. «Московская весна Аса пела становится мировым событием». Когда-то мой учитель по трубе Савин сказал, что говорить, будто тебе что-то поздно, малодушие. Мне было 30, и я пошел к профессору Осейчуку брать уроки импровизации. Большое спасибо за награду «Музыкант года». А накануне я почувствовал себя Шварценеггером в детсадовском полицейском. Провел урок музыки в школе для двухсот детей. В какой-то момент думал, все, мне конец. Но в итоге все счастливы. А совсем скоро 1 июня первый концерт фестиваля Московской филармонии джаза Вайолета Сейлин Кригом, в День защиты детей. Давайте вместе защищать подрастающие поколения от пошлости и дурновкусия. Культуры музыка джаз филиалы РГ столица ЦФО Москва музыка с Александром Алексеевым.